Здравствуйте, девочки, мальчики и все гости моего канала. Я сегодня решила снять такое необычное немножко видео. Я часто смотрю ролики, где девочки как-то расхламляются, делают уборку в своих квартирах, комнатах, ящиках. Меня это очень побуждает тоже действовать так же. Оказывается, это очень заразным. И решила я сегодня разобраться в своем рабочем уголке. И сделала это вместе с вами. Я уже это сняла и хочу загрузить. Я не знаю, интересно это будет на моем канале или нет. Но как пробный вариант я все-таки это загружу. А вы мне внизу под роликом обязательно напишите, интересно это или нет. Просто если интересно мне, я подумала, что может быть и я буду для кого-то заразна. И тоже побуждать буду к таким же расхламлениям, уборкам и какому-то уюту. Сразу хочу извиниться, что у меня квартира не идеальная. Она оставляет желать лучшего. Но тем не менее она тоже хочет быть чистенькой и уютной. И я как могу это делаю. Степа будет мне помогать, не покладая лап. Поэтому тоже прошу прощения за все его выходки заранее. Но оставайтесь со мной, давайте начнем убираться. Девчонки, я вот сейчас работала. Свой райский сад собираю пока. Что-то я поглядела на свой уголок. Вы знаете, так интересно, раз в месяц я делаю почти генеральную уборку у себя в углу в рабочем. И постоянно у меня начинаются вот такие вот свалки собираться. Все вокруг меня вот так заваливается. Все игрушки вокруг меня вот так столкуются. И вот так вот еще страдает часть подоконника. И я вот думаю, как бы все это дело так организовать, чтобы у меня не было вот такого вот, если со стороны, то получается просто такая свалка. В идеале, наверное, нужно красивые коробки как-то, чтобы это все было красиво. У меня половина тут почтовых коробок. Вот если у меня получится, я думаю, я вам покажу, как я это все переделаю, организую. И может быть, это будет даже интересно. Потому что действительно, вроде рукодельница, да, должно быть там все в рюшечках. Все красиво у меня. Вот это-то помойка. Но у меня получается как-то некрасиво совсем. Надо что-то с этим делать. Вот это что у меня тут? На почтовой коробке все стоит. Это я, кстати, тестирую. Мне Наташа Черных прислала пробники. Кремов и масок. Вот я их сейчас тестирую. Наверное, вот эту коробку я тоже либо оклею, либо что-то с ней сделаю. Кристину сейчас смотрю. Привет тебе, Кристиночка. Не надо делать два канала. Все на одном делай. Так будет удобней. Ну и вот мои работы. Девочка, от которой аж два раза отказались. И вот новенькие будут. Зайка с ножками. А это будет кошка-пакетница. Она без ножек идет. У нее будет тут под подолом большой мешочек, в который можно будет складывать пакетики. Она будет у кого-нибудь висеть так на кухонке. И украшением будет служить. И будет в то же время хранительницей пакетиков. Потому что обычно их некуда класть. Ну и вот девочка у нас сидит. Всем своим мамкам, которые ее бросили, передает привет. А это, кстати, ее кошечка. Она не одна. Она с киской. Ей не скучно. Вот так вот. Он тоже никак не закончил. Вот как тоже отказались, так она у меня бедная. Эта собачка и стоит, ждет. Надо ее тоже одеть. А то она бедняжечка. Ни зонтика, ни подола, ни штанишков, ничего нет. Пока занимаюсь заколочками. Сейчас я с ними закончу. И начну уже одевать бедных кошек. Зайку. И вот эту собачку. Ну и вот буду сейчас подумать, как организовать-то мне свой угол. Уж больно у меня завален некрасиво. Косметика тоже тут. Еще даже до сих пор у меня летняя стоит. Там солнцезащитная. Надо разобраться. Так развела я тут. На надегляде. Вообще полный хаос. Нашла я вот такие липкие. Как это называется? Самоклеящаяся, да? Пленка, которая у нас оставалась от полок. Вот я уже оклеила свой ящичек-подставочку. Пытаюсь сейчас разобраться на подоконнике. Все сдвинула. Степа мне уже пришел помогать. Да, Степ? Пока я за тряпочкой-то ходила, Степа пришел помогать. Давай, Степа, иди. Не будешь мне мешаться. Иди. Сейчас попробую как-то организовать это. Интересно, сколько у меня будет лишнего. Ленты у меня оказались аж в трех местах. Это очень неудобно, когда вот такой контейнер есть. И я думаю, что я сейчас все их переложу, если они уместятся в один контейнер, и у меня свободное будет пространство. Может быть, что-то и выкинется лишнее. Вот мне Степа помогает вовсю. Для Степа порядок прямо на первом месте. Да, Степ? А вот этот большой ящик, на который Степа лезет, у меня там тоже очень интересно. Там все ободки, крабы, крокодильчики, все там. Еще вот в этом розовом ящике у меня тоже все забито крабами и ободками. Я думаю, что я сейчас тоже это все дело соединю. Освободилось у меня вот сразу сколько? Три коробочки уже. Это только благодаря ленточкам. У меня получилась большая такая корзина. Есть у меня еще ленточки вот в такой упаковке. И вот в этом коробочке ленты тоже. Опять же, вот собралась лишняя коробочка. Которую тоже я сейчас разберу. Так, и что у меня осталось? Вот я открыла вот эту коробку, в которой тоже есть место куда что положить. И сейчас покажу, что у меня вот здесь. Тоже вот это вот все. Надо как-то все в кучу, в общем, собрать. И можно использовать вот эти чемоданчики. Они тоже у меня с чем-то. Сейчас посмотрим. Эти, по-моему, у меня с лентами тоже. Да, тут тоже ленты. Вот как раз вот эти можно убрать сюда. Это туда. Ну, это сейчас разберемся. Сейчас мы еще освободим местечко. И, наверное, я вот эти вот ленты сложу все тоже в чемодан. Да, Степ? Девчонки, мальчишки, разобралась я в своих ободках и крабах. Это вот у меня получается вот такое количество ободков. Куда мне столько, я не знаю. Это ужас. Столько много заготовок. Сейчас я буду вот в эту огромную коробку из-под посылки все это грузить. И вот такая вот огромная коробка получилась у меня. для крабов, крокодилов. В общем, число вот такое вот. Тут даже банан какой-то есть. А, автоматические заколки тоже тут. В общем, все для того, чтобы делать заколки. Огромное, конечно, количество. Помощник Степа меня тут раскидывает как может. Ладно, сейчас я буду это собирать. Вот эти коробки я клею. Вот эту коробку, наверное, тоже придется оклеивать. И вот так вот в углу я уже собрала ленточки. Тоже вот этот вот целый огромный ну как пакет сумка. Он уже с повязками, с разными резиночками. Вот с этим. Но зато у меня стал красивый вот этот ящик. Он почти пустой. Тут уже чуть-чуть совсем. И вот мусорка там получилась такая. Ну, понятное дело, что вот коробочки, которые пластиковые, я их оставлю. Остальное все повыкидываю. Ну что, убираю дальше. Очень компактно я тут попыталась уложить ободочки. Место в корзинке даже осталось. И я сюда положу вот этот пакет с резинками и повязками. Я думаю, это будет хорошо. И сейчас попробую я уже организовать все остальное. Правда, надо будет что-то доставать, потому что вот у меня на столе заготовочки еще сделаны, заколок. Поэтому очень надеюсь, что отсюда я чуть-чуть еще что-то выну. Ну что ж, продолжаем. Ну что, покажу я, что у меня получилось. Помимо уставшей спины получилось все-таки немножко разобраться, навести порядок, выкинуть огромную кучу коробок разных ненужностей. Так как у меня все-таки я макияж наношу здесь, я решила свою вот эту вот китайскую удобную шкатулочку для помад сюда поставить. Мне так удобнее. Весь уход мой тут. Очень удобно мне здесь. Ну и плюс на нижней полке у меня стоит тоже с этой стороны уход, все умывалки мои, очищалки, тоники и косметичка на месяц тоже здесь стоит. Ну и часть ухода здесь. очень удобно. Оклеила я себе подставочку под нетбук. Ну и вот собственно получился вот так у меня мой рабочий уголок. Все равно очень много всего, но мне показалось, что сейчас оно хотя бы выглядит хоть как-то более привлекательно. Все сделала так. ну и соответственно уголок здесь на подоконнике. Степа помогал как мог, устал. Сейчас лежит в своей люльке, отсыпается. Такой помощник. ну все, пошла теперь я тоже отдыхать. на подоконнике. на подоконнике. Продолжение следует...